Значение Среднего коридора через Каспийское море, соединяющего Европу и Азию, возрастает на фоне текущих геополитических процессов. Об этом сказал посол Турции в Узбекистане Олган Беккар в интервью медиаплатформе Turkish World. По словам турецкого дипломата, транспортный маршрут предлагает глобальной торговле и экономическую безопасную альтернативу, в рамках которой реализуются многие региональные и субрегиональные механизмы. Страны региона тесно сотрудничают в рамках организации тюркских государств с целью дальнейшего увеличения товарооборота между государствами, в том числе по маршрутам Востока-Запад и Север-Юг. Летом 2022 года в Баку состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел и транспорта Турции, Азербайджана и Казахстана, а затем встреча в Ташкенте между главами ведомств Турции, Азербайджана и Узбекистана. Следующая встреча будет организована Анкарой. Мы стремимся предпринять конкретные шаги в контексте развития транспортных и энергетических коридоров. Как хорошо знают наши дружественные братские страны, мы сильны, пока действуем вместе. Говоря о развитии экономических связей между Анкарой и Ташкентом, посол отметил, что Турция по итогам прошлого года с долей в 10% стала третьим по значению инвестором в Узбекистане после России и Китая. Вступление в силу подписанного в 2022 году концессионного торгового соглашения окажет большое влияние на увеличение объемов торговли между двумя странами. Несмотря на ощутимые негативные последствия в связи с пандемией коронавируса, в 2020 году наблюдался рост товарооборота между Турцией и Узбекистаном. В 2021 году взаимная торговля превысила 3,6 миллиарда долларов, и нам удалось сохранить этот уровень в 2022 году. Кроме того, тот факт, что наши показатели импорта и экспорта почти одинаковы, указывает, что наши торговые отношения дополняют и поддерживают друг друга. Мы делаем все возможное, чтобы достичь нашей цели в 5 миллиардов долларов в краткосрочной перспективе и 10 миллиардов долларов в среднесрочной перспективе. Продолжение следует...